Доброе утро, мальчики и девочки! Привет, ребята! У нас в студии сегодня сказочно красиво! И хочется собраться всем вместе, чтобы послушать добрую сказку! Новый год спешит в салазках, ждём его мы у дверей. Сундучок, порадуй сказкой! Нас с ребятами скорей! Вот это да! Ну, видимо, не обойтись нам сегодня без предновогодних чудес. Сегодня мы почитаем русскую народную сказку Мороз Иванович. В одном доме жили со своей нянюшкой две девочки. Рукодельница да ленивица. Вот они. Рукодельница вставала рано, сама без нянюшки одевалась, печку топила, хлеб месила, избу мила, петуха кормила, и на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, сбоку-набок переваливалась, а как наскучит ей лежать, так скажет про Сонья. Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки. А как проголодается, так снова зовёт. Нянюшка, не кле булочки. Только и дело у неё было, что сидеть у окна да мог считать. Однажды приключилась с рукодельницей беда. Упало у неё ведро в колодец, а нянюшка говорит ей, сама беду сделала, сама и поправляй, сама ведро уронила, сама и доставай. Делать нечего. Пошла рукодельница к колодцу, ухватилась за верёвку и спустилась по ней к самому дну. А там что за чудо? Оказалось, она перед печкой, а в ней пирожок румяный сидит, да просит его с собою взять. Достала рукодельница пирожок и поспешила с ним дальше. Идёт опередни яблонька с румяными яблочками. Яблочки с собой их забрать просят. Потрясла рукодельница дерева, собрала в передник румяные яблочки и пошла дальше. Идёт, видит, сидит на ледяной лавочке старик Мороз Иванович. Увидел её, обрадовался, пирожком да яблочками угостился. Знаю я, зачем ты пришла. Я старик добрый, отдам тебе ведёрко. Только ты мне за то три дня прослужи. А сперва пойди-ка взбей мне хорошенько перину, пора мне старику отдохнуть. Пошла рукодельница в хоромы ледяные, а там на постели вместо перины снег пушистый лежит. Холодно его голыми руками взбивать, а делать нечего. А Марус Иванович уголок своей снежной перины с одеялом откинул и показывает рукодельнице своей диковинке, зелёную травку, что под периной пробивается. Жалко стала рукодельница бедной травки. Вот ты говоришь, что ты старик добрый, а зачем ты зелёную травку под снежной периной держишь, на свет божий не пускаешь? А потову не выпускаю, что ещё не время, пусть пока до весны под мою снежную периной от мороза лютого укрывается. Лёг Мороз Иванович почивать, а рукодельница меж тем всё в доме прибрала, еду приготовила, одежду старику починила, бельё выштопала и все три дня ему честно служила. Доволен остался Мороз Иванович, вернул рукодельнице её ведёрко, да ещё насыпал в него целую горсть серебряных пятачков. И подарил на память брошь с бриллиантиком. Ха-ха! Вышла рукодельница на свет божий, пришла домой и рассказала всё, что с ней приключилось. Подивилась нянюшка рассказу и отправила ленивицу к Морозу Ивановичу горсть пятачков к празднику заработать. Не хотелось ленивице идти к старику работать, но уж больно ей бриллиантовая булавочка понравилась. Спустилась она в колодец, не стала ни пирожки доставать, ни яблочки собирать. Зачем ей себе утомлять? Так дошла она до Мороза Ивановича. Увидел её и спрашивает. Что тебе надо, девочка? Пришла я к тебе послужить, да за работу получить. Дельно ты сказала, за работу деньги положены. Только посмотрим, какова ещё твоя работа будет. Поди-ка, взбей мне перину, а потом еды приготовь, да платье моё почини. Пошла ленивеца, а дорогой думает. Стану я себя утомлять, да пальцы знобить. А вось старик не заметит, и на невзбитой перине уснёт. Старик и в самом деле ничего не сказал ленивица, лёг в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню, а что делать-то и не знает. Есть-то она любила, а как готовить, ей посмотреть было лень. Вот потому-то она всё, что на кухне было, мытое, не мытое, так и положила в кастрюлю. Хорошо ты готовишь, покачав головой, сказал ей за завтраком Мороз Иванович. Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица понадулась, а делать нечего. Принялась платье и бельё разбирать. Только вот платье и бельё ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась. Так её и бросила. А старик опять будто ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал, да ещё спать её уложил. А ленивица-то то и Люба думает себе, а Воси так пройдёт. Старик добрый, он мне и так за даром пятачков подарит. На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича её домой отпустить, да за работу наградить. Да какая же была твоя работа? Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил. Да как же? Я ведь у тебя целых три дня жила. Знаешь, что я тебе скажу, голубушка? Жить и служить разница, да и работа работе рознь, но впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. С этими словами Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток и огромный бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что даже не поблагодарив старика, домой хвастаться побежала. Вот что я заработала. Целый слиток серебряный и бриллиант чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнову купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток с бриллиантом таять стали. Оказалось, что были они из обычного льда. А петух вскочил на забор и громко закричал кукареку кукарек улька у ленивицы в руках ледяная сосулька. Да уж, интересную сказку приготовил нам в подарок сундучок. И поучительную. А мы ждем вас снова в новом году в гостях у сказки из сундучка. С наступающим Новым Годом! Хи-хи-хи!